Несколько часов до начала очередной рабочей недели. Кто-то, наверное, уже размышляет, какой она окажется. Но дело не только в составлении планов и определении задач. Несколько месяцев карантина радикально повлияли на весь рынок труда. Та же удаленка. Проект закон, а не сейчас в Госдуме. А кто бы мог подумать еще год назад. Однако работа из дома далеко не все перемены. Технологии с новой силой поставили вопрос о самом будущем ряда профессий. Да хоть и у нас в редакции. Кристина Левиева о том, что поменялось уже и какие еще рабочие места вот в эти самые дни занимают умные машины. Да, Виталий, чего уж далеко ходить. Буквально каких-то пару лет назад за каждой такой камерой стоял оператор. Здесь, в нашей студии, он отвечал за качество съемки, за удачный крупный план ведущего и управлял краном. Ну, а сегодня операторов в нашей студии больше нет. Их работу выполняют роботы по команде режиссера, конечно же. Помогаю в центре моей документы получить справку. То эта девушка-робот, сканирующая документы и оформляющая заявления в пермском МФЦ, не просто похожа. Она может воспроизводить более шести сотен вариантов микромимики человека. Покажи улыбку. Все что угодно для вас. Все еще не боитесь конкуренции? Нисколечко. Ну, все равно у нее, наверное, еще не такое развитое чувство, как у людей. Здравствуйте. Я, робот-гид Акинфей, проведу для вас тематическую экскурсию оружейной этого сегодня. Это робот Акинфей. Сейчас он проводит экскурсии по постоянной экспозиции. Но полностью заменить живое общение роботу, конечно, не под силу, хотя он делает экскурсию более интерактивной, более увлекательной для наших посетителей. Акинфей может работать без перерыва. Но вот чего они точно не смогут делать, так это использовать воображение, творить и находить нестандартные решения. Ну, по крайней мере, пока.